Стена отвесная, ступеньки коварные, но страховка надежная. В спортивном лагере «Ласточка» вот уже второе лето действует сквадром. От желающих скарабкаться на вершину отбоя нет, говорят в администрации лагеря. Покорить высоту приходят и борцы, и кикбоксеры, и баскетболисты. В общем, все, кто приехал на спортивную смену. Детишки очень любят лазить у нас. И лазят они везде. По деревьям, по заборам. И чтобы нам немножко отвлечь от этого, мы решили построить такой сквадром. Он в качестве актракциона. Именно со скалодрома «Ласточки» по сути в Ульяновской области начинаются мероприятия в рамках Всероссийского олимпийского дня. В этом году он проходит в 34-й раз. Его главная цель, говорят в руководстве регионального Минспорта, не голые очки секунды, а пропаганда олимпийского движения. Это охват порядка нескольких тысяч человек, занимающихся физкультурой, занимающихся спортом на территории нашего региона. Поэтому по праву можно главным мероприятием летнего периода назвать Всероссийский олимпийский день. Главная площадка праздника – Волжский пляж областного центра. Здесь по традиции чествуют самых активных общественников спортивного движения региона. Юные атлеты выступают с показательными программами, демонстрируя то, чему научились на изнурительных тренировках под длительным оком строгих наставников. Но львиная доля мероприятия дана на откуп в районы области. Ведь половина жителей Ульяновской области, как, впрочем, и России, живет в сельской местности. И кто, как не мы, должны нести позитивную повестку именно туда, в районы. Ну и потом мое внутреннее убеждение – первый шаг к олимпийской медали начинается именно сегодня, в Олимпийский день. Более 60 мероприятий в календаре Олимпийского дня в Ульяновской области. Самое экзотическое – забег по лестнице у краеведческого музея. Собирает представители различных видов спорта – легкотлетов, лыжников, единоборцев. Крутой подъем – испытание не для слабаков. Ну, я бы начал, наверное, сначала через ступеньку. И в середине по ступенечке, если устанешь, легче бежать. Вот и все. Чтобы добежать наверх, самое главное. На старт! 596 ступенек легко только на первой сотне, констатируют участники. А заключительные шаги отнимают последние силы, но не эмоции. Финишеры, особенно первые, собирают сливки аплодисментов. Ой, эмоции вообще восхитительные. Болельщики кричат, все это слышно, конечно. Очень помогает. Накал страсти есть. Я очень доволен. 2 минуты и 16 секунд. Рекорд соревнований «Сибирские ступени», установленный в прошлые годы, на сей раз устоял. Это значит, что его будут штурмовать в следующем июне, когда пройдет юбилейный, 35-й Всероссийский Олимпийский день. Михаил Сашанский, Оправда ТВ.